Каждый человек хочет быть здоровым. Хочет прожить долгую и счастливую жизнь. Но ни для кого не секрет, что с каждым годом эта счастливая жизнь становится все более призрачной. Причин этому множество. Постоянные стрессы, которые переживают человек, кризисы, экономические, социальные, психологические, вредные привычки и социальные болезни, некачественное питание и вода, и, конечно, плохая экология. Все эти факторы отрицательно сказываются на самом главном – на здоровье человека. А невозможно быть счастливым при отсутствии здоровья, самого дорогого, что может быть. Каждая эпоха, каждый народ ищет свои пути выживания и сохранения генофонда нации. И от того, насколько правильные пути они найдут, зависит будущее человечества. Кто виноват в наших болезнях? Государство, школа, семья? Ответ может быть только один – в наших проблемах виноваты мы сами. И пока мы этого не поймем – здоровы, а значит и счастливы не будем. Ольга Алексеевна Бутакова. Врач, кандидат педагогических наук, руководитель Академии здоровья Международного Кораллового клуба, автор 10 научных монографий и учебных пособий, 25 методических рекомендаций, более 30 научных статей и публикаций, большого количества научно-популярной литературы. Руководитель национального проекта «Право на здоровье», серебряный мастер Кораллового клуба. Семь лет назад в России специально для международной компании «Коралловый клуб» Ольгой Бутаковой совместно с Андреем Гуреевым была создана Академия здоровья. Цель – обучение всех желающих способам и методам сохранения своего здоровья при помощи 100% натуральных обогатителей питания. Для этого была разработана авторская программа, в которую вошли все необходимые сведения об организме человека, о способах его работы и воздействии на него вредных факторов, и о необходимости восстановительных программ питания, очистки, защиты организма. Основной научный интерес врача и педагога Ольги Бутаковой лежит в области разработки технологий по сохранению здоровья людей при помощи экологических природных факторов и натуральных природных продуктов, а также обучения людей культуре здорового образа жизни. Основная научная идея – в понимании личной ответственности каждого за свое здоровье, здоровье близких ему людей и здоровье планеты в целом. Ольга Бутакова принимала участие в социально значимых общественных проектах, касающихся основных причин заболеваемости, пропагандирующих здоровый образ жизни, в том числе в телепрограммах, транслирующихся на федеральных телеканалах, таких как «Великой тайной воды», «Осторожная еда», а также в десятках проектов региональных телевизионных компаний. За 10 последних лет Ольге Бутаковой обучено более 10 тысяч человек, более чем в 40 городах России и 10 странах мира. Это 10 тысяч дипломированных специалистов по культуре здоровья, огромная армия осознанных потребителей продукции «Кораллового клуба», которая несет культуру здоровья всем людям мира. «Культуру здорового образа жизни». Ольга Бутакова, серебряный мастер международной компании «Коралловый клуб». Я скажу, из-за чего мы болеем, и я скажу, какие у нас есть вещи, которые мы должны четко понять. Вот если мы... Сейчас буду про серьезные вещи говорить, поэтому писать, может быть, не надо, потому что темно, вы постарайтесь понять и слушать. Жизнь и смерть – это дуальный процесс, она течет одновременно. Вот представьте себе, что есть человек, и что у него есть миллиарды, триллионы клеток, и что каждую минуту сотни тысяч, десятки тысяч миллионов клеток умирают. Но в их момент, в этот же момент, рождаются точно такие же клетки. Сотни тысячи, миллиарды, триллионы. И поэтому человек, его жизнь растянута во времени. И очень серьезно. То есть мы можем жить спокойно 70, 80, 90 лет, 100 лет, 110 лет, если люди живут. Но не все. Некоторые доживают до 30, некоторые до 25, некоторые до 50. Вот от чего это зависит? Когда я пыталась разобраться, что же такое смерть, и что это такое вообще, да, пришла такая мысль, что существует одна причина смерти. Я не буду рассказывать предысторию. Все знают уже, кто был на академиях, каким образом эта информация пришла. Но единственная причина и условия жизни – это кислород. То есть вот если есть кислород, все будет нормально. Если кислорода нет для живой клетки, а человек состоит из клеток, растения состоят из клеток, животные состоят из клеток, и необходимое условие нашей жизни – это кислород. Когда кислорода нет, возникает гипоксия. То есть пониженное содержание кислорода. И это либо болезнь, либо смерть. Но для того, чтобы кислород проник в наш организм, вот представьте себе сейчас ситуацию, в атмосфере полно кислорода, а каждый из нас имеет разный уровень здоровья. От чего это зависит? Вероятно, от того, как этот кислород попадает лично в наш конкретный организм. Вот если пятому пальцу левой ноги не хватит кислорода сейчас, или через 5 минут, он умрет. Через 5 минут, через 10, через 15, через 2 часа, неважно. Но кислород не просто в атмосфере, он растворен в воде. И эта вода, проникая в каждую клеточку нашего организма, приносит туда вот этот кислород. Дальше, пожалуйста. Кислород – это первая причина и основное условие жизни. Это волновая основа клетки. Кислород и клетка имеют одинаковую частоту вибрации. И подобно нити кислород соединяет все клетки в одно целое живое организм. Есть кислород – есть жизнь. Дальше. Водород – вторая причина и условия жизни. На уровне кислород-водород происходит отдача энергии. Сейчас очень многие люди спорят, как мы получаем энергию. То есть через еду, через солнце, через еще что-то. Так вот вся энергия у нас рождается на уровне кислородно-водородных взаимодействий. Дальше. Углерод – третья причина и условия жизни. Углерод, соединяя наши клетки воедино, мы с вами углеродистые существа. И углерод является тем основанием, на которое происходит, из которого происходит образование жизни. Дальше. При соединении двух газов, обратите внимание, газов, кислорода и водорода, при определенных условиях рождается новая, уникальная, универсальная, живая, жидкая среда, обеспечивающая жизнь вода. То есть мы состоим из воды. На 70, на 80, на 90%, на 25, кости, например, и так далее. То есть вода – это одушевленный, совершенно одушевленный предмет в этом мире. И мы совершенно четко должны понимать эти условия, потому что если мы поймем какие-то важные вещи, мы сможем эту жизнь сделать такой, какой она должна быть. Дальше. Существует 12 констант. Что такое константа? Вот представьте себе организм человека. У него есть какие-то постоянные величины, вот 6 миллиардов человек на планете. И у них у всех что-то общее. Я не буду сейчас читать лекцию по константам. Я просто подведу к этому. Но вы должны четко понимать, что для того, чтобы понять, здоров человек или нездоров человек, существуют условия и существуют стабильные данные. Я назову вам эти константы, для того, чтобы вам было понятно, на что в этой жизни можно ориентироваться. Если они у вас в норме, значит вы здоровый человек. Если они не в норме, хоть одна из них, значит человек заболевает. Итак, первая константа. Дальше. Артериальное давление. Вот 6 миллиардов человек на планете, у них должно быть артериальное давление 120 на 80. Ну 115 на 70. Там есть небольшой коридорчик. Вот если у вас такое давление, значит с кислородом все в порядке. Значит с водой все в порядке. Значит с тем, чтобы в организме образовывалась энергия, все в порядке. Если нет, то трогать его нельзя. Значит не в порядке какие-то глубинные механизмы. Дальше. Число дыхательных движений. Мы все дышим 16 раз в минуту. 16. И негры, и китайцы, и русские, все дышим 16. Это значит, что все в порядке с кислородом. Это значит, что все в порядке с водой. И это значит, что все в порядке со всем остальным. Как только либо 10, либо 20, значит все. Что-то не в порядке. Что не в порядке, мы будем говорить. Каждый должен знать, правильно он дышит или неправильно. То есть есть у него 16 или нет у него 16. Побежали, это 20, сели, это снова 16. Дальше. Сердце у нас бьется с определенной частотой. 72-78 ударов в минуту. Вот если оно так бьется, значит все нормально. С кислородом, с водой и так далее. Если оно по какой-то причине бьется не 72, например, а 100. Или, например, 110. Значит, в порядке кислород. Мы всегда будем возвращаться вот к этому кислороду. И не в порядке вода, в которой растворен этот кислород. Сердце не может биться с частотой 120 в минуту. Человек просто умирает. Поэтому каждый должен знать, что его сердце должно биться в нормальном ритме, чтобы успеть работать, чтобы успеть отдохнуть. Дальше, пожалуйста. Гемоглобин крови. Это тот, кто носит кислород. Вот куда бы мы ни взяли в организме любую точку приложения, ногу, кость, голову, глаз, ухо, волос, везде будет этот кислород. Везде. Вот где он будет, там будет жизнь. Где кислорода не будет, там жизни не будет. И есть фильтрациты, которые переносят этот кислород, как транспортные машинки. Их должно быть совершенно определенное количество. У нас это измеряется 130 грамм на литр. Но это определенное число этих машинок. Если их не будет ровно столько, значит кислорода не будет ни в одной из клеток и органов. Поэтому каждый человек должен знать свой гемоглобин, прежде чем что-то делать. Мы все с вами грамотные люди. Как врачи мы ориентируемся на эти константы. Но это не врачи должны ориентироваться, это каждый человек должен знать свою константу. Дальше, пожалуйста. У нас есть еще показатели чистоты крови. Это билирубин, он 21. Мы туда сейчас углубляться не будем. Дальше. У нас есть еще одна очень важная константа. Полтора литра мочи. Человек весом 70 килограмм, каждый человек, 6 миллиардов человек на планете, и каждый человек весом 70 килограмм должен выделять полтора литра мочи. Если это не случилось, человек будет болеть. Причем он не только будет болеть, он может просто умереть. Очень важно, чтобы человек знал это. Потому что, когда он это знает, он сделает так, чтобы выделять полтора литра мочи. Вот считайте, что если вы в день полтора литра не выделили мочи, день прошел напрасно. Я говорю как врач. Я говорю как реаниматолог. Это очень важные вещи. Потому что люди думают, что если они не ходят в туалет, значит все в порядке. Они сегодня не пили, потому что, чтобы не ходить в туалет. И миллиарды клеток в этот момент начинают умирать. По разным причинам. И одна из этих причин – закисление и отравление организма. Дальше. Вес тела. Вес тела – это величина не очень стандартная. Но для человека она постоянная. Человек должен весить ровно столько, сколько он весил в 18 лет. Если он весит столько, как в 18 лет. Вот, например, он весил там 75 килограмм. И желательно, чтобы он всю жизнь так весил. Это будет называться устойчивый обмен веществ. Если он туда-сюда прыгает, то 100, то 50, то и так далее. Это значит неустойчивый обмен веществ. Но, правда говоря, чем меньше веществ, тем лучше обмен. Но, тем не менее, вес должен быть тоже стабильным по жизни. Дальше, пожалуйста. У нас есть еще одна удивительная константа – сахар крови. Мы все это изучаем на Академии. Я сейчас вам это говорю не для того, чтобы вы запомнили это, а для того, чтобы вы поняли, что есть абсолютно четкие, стабильные, стандартные данные, которые определяют, в каком состоянии находится ваш организм. Так вот, этот сахар, он должен быть не более 5-5. Когда я с Академии посылаю людей исследовать сахар, то многие приходят и удивляются, что у них 15, 20, 10, 12. Я говорю, что мы ничего не чувствуем, а мы ничего и не почувствуем, пока кровь не засахарится. Поэтому это надо знать, просто потому что это надо знать. Дальше. И у нас есть одна удивительная константа, ради которой мы сегодня с вами собрались. Эта константа называется водородный показатель организма. В медицине она названа очень сложно. Она называется кислотно-щелочное равновесие. Но на самом деле это все проще. Чтобы упростить, мы можем назвать ее просто водородный показатель. Вот я об этом водородном показателе сегодня буду рассказывать. Потому что меня очень много, 30 лет меня мучает вопрос, есть ли в организме пусковая точка, которую бы мы отбалансировали, вот как кнопочку, и чтобы все константы, которые есть, и все показатели вокруг нее самовосстановились. Я совершенно четко понимаю, что эта константа должна быть. И мне понадобилось приблизительно 30 лет, чтобы понять, что это за константа. Базовая ведущая константа жизни. Она называется PH организма или кислородно-водородный показатель. Или упрощенно водородный показатель. Врачи-реаниматологи точно знают, что водородный показатель в организме человека, его измеряют в основном перед смертью. PH. И делают так, чтобы человек не умер. Но дело в том, что, чтобы дойти до смерти, этот показатель должен стронуться и быть в ненормальном состоянии долго. У кого-то год, у кого-то два, у кого-то десять лет. И потом его уже восстановить очень сложно. Вся наша жизнь протекает между отдачей энергии водородом и кислородом. Мне не хотелось бы сейчас читать лекцию по химии. Тема сложная, но она стоит того. Если вы освоите вот эту науку, которая называется водородный показатель организма, по сути дела это кислотно-щелочное равновесие. Я вам расскажу, как оно образуется. Я вам расскажу, почему это важно. Я вам расскажу, как его измерять. Я вам расскажу, как его балансировать. Я вам расскажу, как его держать в норме. То есть я сегодня специально, вот насчет этого водородного показателя, строю такой алгоритм, чтобы вы поняли, что температура у вас будет держаться автоматически, если водородный показатель в норме. Давление будет держаться автоматически, если он в норме. Вес будет держаться автоматически. Сахар будет держаться автоматически. То есть все остальные константы самые отрегулируются. Если одна константа, подородный показатель, придет в норму. Дальше. У нас еще есть количество лейкоцитов, это говорит о нашем иммунитете. Это хорошее, это нормальная величина, там 4,5-5 тысяч лейкоцитов, это тот иммунитет, который нас защищает, но мы не можем его регулировать, к сожалению. Дальше. У нас есть уникальная константа, температура 36,6, но мы ее не можем регулировать, потому что она саморегулируемая, мы не можем регулировать давление. Мы не имеем права его регулировать, мы не можем регулировать число сердечных сокращений, мы не имеем права регулировать число дыханий, это самонаводящиеся константы. Мы можем снизить их медикаментами, как все вы делаете, но это неправильно, они должны держаться в автоматизме. А вот водородный показатель мы можем совершенно четко регулировать. Вот вы когда придете к врачу, и он скажет, у вас сахар крови повышенный, и он вам его отрегулирует, назначит инсулин, назначит еще что-то. И вы всю жизнь будете сидеть на инсулине. Оставшуюся. Вот так мы регулируем. Например, раз поднялось давление, вы пришли к врачу, и он вам назначит гипотензивные препараты, и вы всю оставшуюся жизнь будете сидеть на гипотензивных препаратах. Если у вас сердце будет стучать 100-10 ударов в минуту, вы придете к врачу, он вам отрегулирует. Он вам назначит бета-блокатор, и всю оставшуюся жизнь будете сидеть на этих препаратах. Куда бы мы ни сунулись в медицине, мы вам все отрегулируем. И всю оставшуюся жизнь вы будете это принимать. Единственное, что вы можете в этой жизни отрегулировать, это водородный показатель. И сами. И тогда вам не надо будет больше никаких других регуляторных механизмов. Дальше. Холестерин. Это показатель жира в крови. Это энергетические запасы организма. Мы сделали ужасную вещь. Мы сказали, что холестерин плохо. Об этом сказала Америка. И обезжирила все продукты. Масло, сметану, сыр и так далее. А холестерин – это основа жизни клетки. Из нее делаются гормоны. Все. Это матрица для гормонов. Убрали холестерин – автоматически уйдет женский гормон, мужской гормон. Уйдет гормон щитовидной железы. Потому что матрица является холестерином. И поэтому, потребляя обезжиренную продукцию, мы просто нарушили основной из законов. Мы отобрали у организма энергию. Потому что энергия бывает только в двух видах. Сахар и жир. Никакой другой энергии, кроме воды. Вода еще третий вид энергии не бывает. Организм берет энергию из жира и сахара. И обезжирив продукты, мы убрали энергию. А значит, мы вынуждены будем кушать сахар. А мы будем кушать сахар, у нас будет сахарный диабет. И вот этот вот круг, колесо огромное, оно уже крутится. Оно крутится для каждого из нас каждую минуту. И мы должны понять, на какой из констант мы можем отрегулировать свою жизнь. На какой из констант. Температуру не снимете, не снимете температуру. Она будет подниматься. Давление не уберете. Число сердечных сокращений сложно. Число дыхательных движений сложно. Холестерин сложно. Всю жизнь будете сидеть на статинах. Безумно дорогие препараты, которые снижают холестерин. Каждый второй человек на планете умрет от холестерина. Который мы не можем снизить. Потому что нарушили основную константу. Дальше. Дальше. Основную константу. Кислотно-щелочное равновесие. Вот вокруг этого мы сейчас поговорим. То, что я сейчас рассказала, понятно? Поднимите руки, кому непонятно. Нет таких. То есть резюмирую. Я как педагог, как для первого класса, я всегда резюмирую. Организм автопилотная, саморегулирующая система. Уникальная. Все в мире есть. Настройка. В мире есть все, что нам нужно. В мире есть чистый воздух, из которого мы берем кислород. В мире есть чистая вода, которую мы пьем и которая растворяет этот кислород и несет к клеткам. В мире есть еда, которую мы потребляем. Берем из нее строительные материалы, берем из нее энергию и на ней живем. В мире есть абсолютно все. И мы это можем брать. Но мы это должны брать разумно. И у нас есть абсолютно четкие константы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Они у шести миллиардов человек абсолютно одинаковы. И они должны быть в норме. Тогда это будет нормальная жизнь. А пусковым моментом является кислотно-щелочной баланс. Дальше, пожалуйста. Что же такое кислотно-щелочной баланс? Вода. Я уже сказала, вода особого жизни. Она состоит из атома кислорода и двух атомов водорода. В ней есть четыре свободных связи. Я сейчас не буду уходить ни в структуру воды, никуда. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что когда вода диссоциирует, разрушается. Ее можно разрушить любым способом. На нее можно взглянуть, она разрушится. На нее можно направить музыку, она разрушится. На нее можно направить луч, СВЧ, КВЧ, любой. Ее можно встряхнуть, и она всегда разрушается. Вода это самое нестойкое вещество. Но вода бессмертна. Она абсолютно бессмертна. Ее нельзя не убить. Ее нельзя не разложить. Она может испариться, а потом снова сконденсируется. Ее можно заморозить, но она снова растает. Она не имеет формы, она не имеет цвета, она не имеет запаха. Она абсолютно живая, она одушевленная. И мы это одушевленная вода. Так вот, когда она разрушается, она разделяется на две части. На две части. В одну сторону отходит один атом водорода, и он называется свободный радикал. А в другую сторону отходит кислородно-водородная группа OH, которая тоже сама по себе является радикалом. Но вот этот вот OH-связанный радикал и есть жизнь. Вот если есть в организме вот эти OH-связанные радикалы, то это жизнь, если нет, то это смерть. Дальше. Кислотно-щелочное равновесие воды. Большинство продуктов, которые мы едим, и напитков, которые мы пьем, кислые, которые резко меняют кислотно-щелочное равновесие. Дальше. Посмотрите, какую шкалу мы изобрели. Мне очень хочется научить вас работать с этим параметром. Потому что тот, кто научится, тот может управлять своей жизнью. До нас дошли сведения. Был такой Йенах. Я не очень знаю библейские вот эти вот тексты, потому что по медицине нет особых библейских текстов. Но был такой Йенах, которого, как бы говорят, якобы в 360 с чем-то лет забрали на небо. И у него были исследования по медицине. И он сказал, написал, вернее, после него остались эти записи, на санскрите, и недавно только их перевели, что если бы человек умел регулировать свой водородный показатель, он жил бы ровно в 5 раз дольше. Вот поэтому наша с вами задача не регулировать давление или температуру, не регулировать число дыхательных движений при помощи массы гимнастик. Дышите так, дышите не так, как надо, так и дышим. В каждую минуту. Наша задача не отрегулировать у врача свое сердечное сокращение, или не выжимать из себя по капельке мочу, мочегонными препаратами. Наша задача включить интеллект свой так и сознание, чтобы вы поняли механизм этой жизни. Итак, шкала кислотно-щелочного равновесия, PH. Это не самая легкая тема в медицине. Не самая легкая, но самая важная. То есть я не знаю темы более важной и более многообещающей, чем кислотно-щелочной баланс. Он от 1 до 14. Естественно, мы его придумали. То есть это некая такая условная система, которая была разработана людьми. Все, что меньше 7, это кислоты. И у них основное преимущество то, что там водород. Запомните, кислоты это всегда смерть. Всегда смерть. Вот прямо запомните, кислоты это всегда смерть. Слабые кислоты это слабая смерть. Сильные кислоты это сильная смерть. Например, существует серная кислота, в которую положишь ботинок, через 20 минут ботинка нет, это сильная смерть. А бывает слабая смерть, например, минеральная вода газированная, в которой добавлена углекислота или лимонная кислота. И это точно такая же смерть, потому что свободные радикалы, вот эти активные атомы водорода, это как, представляете, это как, ну не знаю, как это сравнить, ну я не знаю, как женщина без мужа, которая выходит на улицу и смотрит, кого бы ей выдернуть. Вот это называется свободный радикал. Это хорошее сравнение, вы ее запомните хотя бы. Я пытаюсь сделать так, чтобы вы запомнили. Вот точно так же водород стреляет в организм, он думает, куда бы ему присоединиться, где бы ему взять еще один электрон, который отдаст ему кислород. И поэтому где бы не появился свободный водород, там всегда будет смерть. Поэтому кислоты это смерть. Но органические кислоты это смерть бактериям, это смерть вирусам, это смерть глистам, там я не знаю, ну и так далее, и так далее. Но это все равно маленькая смерть. А кислорода, водородное сочленение, это жизнь. Его называют щелочи. Это все, что от семи и в ту сторону. Ну тоже бывает нормальная жизнь, и нам выделена ниша. А бывает за пределами. Так вот там, где три красных шарика, 7,43, между семью и восьмью нам выделена ниша. То есть вот человек, 6 миллиардов человек на планете, и они живут в этой нише. У них кислотно-щелочной баланс, крови, лимфы, слюны, любых жидкостей организма 7,4. И это называется водородный показатель. Вот в этих условиях у него оптимальная жизнь. В этих условиях у него работают 3000 ферментов. В этих условиях происходит синтез белка. В этих условиях происходит расщепление кислорода, водорода с переходом энергии. В этих условиях работают гормоны. Чуть-чуть в сторону мы двинулись, и уже ничего не работает, постепенно отключается. Мы перед смертью человеку соду капаем, чтобы вернуть его к жизни. Существует всего 6 минералов в природе, которые держат кислород. 6 металлов, которые могут его держать. Первый металл – это натрий. Он может удерживать OH-свободную группировку. Это называется щелочи. Поэтому мы всегда едим соленое. Поэтому мы капаем внутривенно соленую жидкость. 0,9% раствор натрий хлора. Поэтому мы всю жизнь, если у нас убрать соль, мы будем ее искать. Поэтому животные идут садами на водопой и едят эту соль. Потому что натрий является основным ощелочивающим минералом. Второй минерал – калий. Третий минерал – магний. Четвертый минерал, самый мощный – кальций. Потому что натрий держит одну группу OH, а кальций держит две группы OH. Железо и молибден. Но железо – это эритроциты. Они будут держать кислород за счет своих связей. А молибден – очень редкий микроэлемент. То есть, чтобы нам жить, нам нужны 4 щелочных минерала. Потому что если они пропали, мы уходим из этой ниши. Мы уходим с экрана жизни. Кальций, калий, натрий и магний. Всего 4 щелочных минерала. Их больше нет. Их больше нет. Я сказала сейчас очень важную вещь. Как только мы съели что-нибудь кислое, например, лимонную кислоту, которую мы кушаем в апельсиновом соке, в коржиках, она везде входит практически. Вы сами печете, знаете, что лимонная кислота там уксусом чуть погасили, а может и не погасили. И сразу возникает сдвиг кислотно-щелочного равновесия. И на защиту выходят щелочные минералы. Кальций уходит из костей. Разрушаются кости, зубы, связки, волосы, мышцы и так далее. И в том числе сердечная мышца. На втором месте уходит натрий. Человек может его солененьким чем-нибудь разбавить. Но это очень слабый механизм. Обычно мы внутривенно накапываем натрий хлор. На третьем месте уходит калий. Сердце, почки, печень, головной мозг. И последним уходит магний, сосуды. И человек умирает. Но он как ненормальный продолжает всю жизнь есть кислоты. Органические, неорганические. Я потом немножечко поподробнее об этом расскажу. Дальше. Кислотно-щелочное равновесие. Известно, что биологические жидкости колеблются в пределах от 7,0 до 7,5. Но 7,0 это для слюны. А по крови 7,1 это уже смерть. Кислой крови не бывает. Кровь бывает только щелочная. Почему? Потому что там кислород. Нет кислорода, человек умер. За исключением тех жидкостей, которые изначально имели кислую реакцию. Ну это две жидкости. Три. Желудочный сок, моча и слезы. То есть агрессивные кислоты, накапливаясь в организме, должны выводиться. И они выводятся. Они выводятся с мочой. И моча всегда кислая. Поэтому если человек, возвращаемся к пункту номер один, не выделяет полтора литра мочи, то вредные органические и неорганические кислоты накапливаются у него в организме и начинает закисляться. Сдвиг кислотно-щелочного равновесия в сторону закисления приводит к развитию болезней. И запомните эту величину. 7,4. Вопрос. Как ее проверить? Очень просто. Очень просто. Существует лакмусовая бумажка. Приходите в коралл-клуб. Поднимите руки, кто первый раз пришел на такую встречу. Ну это очень хорошо. Половина зала. Приходите в коралл-клуб, покупаете лакмусовую бумажку и начинаете измерять свои жидкости. Собственно, вам надо померить только одну свою жидкость, слюну. И она вам обо всем скажет. Если вы здоровый человек и у вас кислотно-щелочной баланс в норме, то PH будет 7,5. 7,5. Если вы уже боретесь, он будет 7. Если вы уже устали бороться, он будет 6,5. Если он будет 6, значит вы уже больны. Если он будет 5,5, то помочь вам будет уже очень проблематично. Сколько надо измерять слюну? У нас некоторые делают так. Один раз померят, убедятся и все нормально. И при этом здоровее не становится. Слюну надо измерять в течение 10 дней каждый час. В течение 10 дней каждый час. Потому что сегодня вы поели, сейчас вы что-то поели, у вас кислотно-щелочной баланс такой. Через 3 часа он у вас другой. Потом у вас третий, потом у вас четвертый. Для того, чтобы выяснить средний водородный показатель, средний, вы должны измерить слюну минимум 15 раз в день и посмотреть. Совершенно потрясающие вещи, заметите. Устали один, покушали другой, снизили. Что-то покушали, наоборот, повысили. И так далее, и так далее. То есть это очень интересная наука, балансировка кислотно-щелочного баланса. Но все заболевания текут в кислой среде. Сахарный диабет, онкология, ишемическая болезнь, заболевания суставов. Камни в печени, камни в почках, циститы, заболевания суставов, остеохондрозы. Это все закисление организма. Это все воспалительные реакции. Все воспалительные реакции – это закисление организма. Поэтому если вы отрегулируете свой водородный показатель и поднимете его в идеале до 7,5, а хотя бы до 7, но не просто водородный показатель единоразово, а суммарный водородный показатель. Когда до меня это дошло, я начала измерять себе через каждый час водородный показатель. Причем я делала так. Я измеряю пищу, а потом измеряю слюну. Я очень была удивлена. Меня эта информация застала в Сочи. Я над ней думала. И мы отдыхали в горах. Сарбатурия Валентин Петрович, наш золотой мастер. Там как раз проходила академия. Я измеряю что-то, потом съедаю. И так как мы питались там очень эксклюзивно, грузинской кухней, то естественно я начала измерять грузинскую кухню. Все кислое, нормальное. Мацони. Вот есть такой продукт, да? Я никак не могла понять, почему они так любят мацони, но он вкусный на самом деле продукт, но его пьют все абсолютно, начиная с годового ребенка и заканчивая 90 лет. Я померила свой водородный показатель. Он у меня был 7. Ну после мяса, потому что мясо это кислота. А потом померила мацони. У него показатель 5,5. У самого мацони 5,5. То есть он абсолютно желтый. Лакмусная бумажечка стала желтой. После того, как я выпила стакан мацони и через полчаса померила свой водородный показатель, он был 7,5. Я не могла понять, в чем дело. Я еще раз перемерила. Я 10 раз перемерила. Я 20 раз перемерила, пока не поняла, что оказывается, кислотно-щелочное равновесие продукта и действие его в организме это разные вещи. Оказывается, в мацони кальций находится, кальций, щелочной металл, находится в такой форме, уникальной, что он мгновенно поднимает водородный показатель организма. Я не знаю, знают это армяне, не знают там или грузины, которые едят это мацони, да? Но из поколения в поколение. Они передают секреты заквашивания этого мацони. Потому что там витамин С, там живые бактерии, там еще что-то, там какая-то особая композиция, мы понятия не имеем, что там находится. Но водородный показатель после мацони 7,5. Я себе сделала заметочку, что я мацони буду пить везде, где оно будет. Вот на всю оставшуюся жизнь. 20 раз я промерила, мне больше не надо убеждать. Потом я выпила наш кефир. Ничего подобного. Не работает. То есть проэкспериментируйте. Посмотрите свой водородный показатель. Потому что при нормальном водородном показателе в организме есть самое главное, энергия. На втором месте среда. На третьем месте 3000 ферментов, из которых 80% работают в щелочной среде. На четвертом месте гормоны. На пятом месте. Окислительно-восстановительные процессы синтеза и расщепления белка. То есть это... Вот представьте себе, дайте мне точку опоры, и я переверну землю, да? Так вот в организме есть некая точка опоры. По-китайски она может звучать как иньянь. Кислородно-водородный баланс. Потому что ничего, кроме углерода, кислорода, азота и водорода, в нашем организме нет. Все водород. Я была очень удивлена, когда одна из профессоров, когда мы с ней работали, сказала мне, Оля, ты знаешь, что ни кислот, ни щелочей не существует. Я говорю, как это? Она говорит, потому что слабая кислота по сравнению к сильной кислоте будет щелочью. А сильная кислота по сравнению к сильной, слабой щелочью будет кислотой. Я говорю, так, а таблица Менделеева вообще есть? Она говорит, да, таблица Менделеева есть, но там все водород, там один водород. И цинк отличается от магния тем, что у него только разные электроны на разных орбитах. То есть в принципе все водород и кислород. А металлы другие всякие. Отличаются только тем, что у кого-то добавочный электрончик на второй орбите кота, на третий у кого-то пять электрончиков. Вот это четыре энергия. И сумма сбитых вибраций. И поэтому основная энергия лежит на основе кислород-водород. Вот он инь-янь, кислород-водород. Дальше, пожалуйста. Результаты измерения слюны. 7,075. Здоровье. 6,065. Развитие заболеваний. 4,5,5. Хроническое, серьезное заболевание, которое требует коррекции. Вы спросите, какое заболевание? Я скажу, а кто его знает? Это может быть одновременно диабет, геморрой, простатит, миома, фиброма. Сердечная недостаточность, гипертония и склероз. Лечите, сидите. Вопрос, к кому пойдете? Можете сходить к эндокринологу, можете прогуляться до терапевта, можете сходить к сердечно-сосудистому хирургу. И каждый будет вам предлагать что-то свое. Кто-то отрежет, кто-то пришьет, кто-то скажет, что вы неправильно дышите. Кто-то скажет, что у вас сердце что-то случится слишком часто, надо, чтобы оно помедленнее. И даст вам какой-нибудь бета-блокатор, там, она прилин, например. Кто-то скажет, что у вас давление, что, бадень, как вы живете с таким давлением? 200. Давайте вам сделаем 150 или 130. Но это только всю жизнь. А кто-то скажет, вы знаете, у вас кровь густая. И поэтому вам надо пить аспирин всю оставшуюся жизнь. Потому что вы первый вопрос скажете, а сколько пить аспирин? А вам скажут, всю оставшуюся жизнь. Потому что вам никто не скажет, что всю оставшуюся жизнь вы должны пить воду. Тогда кровь будет не густая, а жидкая. Потому что аспирин не сделает кровь в жиже. У него есть фермент, который просто не даст крови слипнуться. Ровно 6 часов. Через 6 часов все слиплось. Значит, вам каждые 6 часов надо будет пить аспирин. Всю оставшуюся жизнь. Если вы не согласны с тем, что полтора литра мочи, вы должны выделить, как умный, разумный человек. Дальше. Обратите внимание. Вам не будет видно, поэтому я немножечко подойду. Кислая среда 3,76, 3,96, 4,02. Беконы, гамбургеры, пиццы, копченые лососи. Даже мороженое 5,17. Нейтральная среда. Крупы. Белый хлеб, сыр. И щелочная среда. Арбузы, свежевы нарезанные салаты, спирулина. Например, бананы. То есть мы не негры, бананами питаться не предусмотрено. Мы питаемся мясом, оно кислое. Хлебом, оно кислое. Помидорами, они кислые. Крупами, аминокислоты, они кислые. Мы кушаем, что мы еще кушаем? Мы кушаем сладкое, оно все кислое. То есть 90% продуктов кислые. И 90% напитков кислые. То есть мы все время закисляемся. А это значит, мы все время понижаем свой водородный показатель. Каждый божий день. И водородный показатель снижается каждые 10 лет на 0,1 единицу. Если он должен быть 7,4, 7,5. Идеальный водородный показатель 7,5. То каждые 10 лет минус единица. 50 лет он уже 7. И 7 это, скажем так, к этому еще стремиться надо. А если у вас 7,5, значит у вас резерв на долгожительство идет колоссальный. Колоссальный. Ну хотя бы до 7 доведите. Речь уже не стоит дальше. Дальше. А теперь обратите внимание вот на эту схему. Количество выпитой жидкости. Каждый человек должен в день потреблять не менее полутора литров воды. Не менее. Я раньше говорила, что он должен потреблять полтора литра жидкости и желательно воды. Сейчас я говорю четко. Человек не имеет права ничего пить, кроме воды. То есть ни в каком случае. Он должен пить только воду. Так, как делают кошки. Так, как делают собаки. Так, как делают мышки. Так, как делают попугаи. То есть они пьют только воду. И эта вода дает им возможность изменять свой водородный показатель. Что пьем мы? Я потом расскажу, что мы пьем. Итак. Количество выпитой воды должно быть не менее полутора литров. Если мы не выпиваем полтора литра. Поднимите руку, кто выпивает полтора литра чистой воды. А поднимите руку, кто не выпивает тогда. Себе врете. Себе врете. Себе врете. Практически, кроме дистрибьюторов Кораллового клуба, в этом мире, только больные с сахарным диабетом выпивают полтора литра воды. Потому что полтора литра это очень много. Вы, может быть, думаете. Я звоню своей маме. Маму говорю, сколько воды выпила? Она говорит, много. Я говорю, а в туалет как ходила? Она говорит, а в туалет не важно. Мало. Я говорю, мама, куда вода делась? Она уже чувствует, что врет. Она говорит, ну, может, я не допила. Я говорю, может быть. Когда она перенесла огромный трансмуральный инфаркт, это меня застало весть в Ленинграде, что у меня у мамы инфаркт. Первое, что ей запретили пить, это воду. И очень трудно было человека вытащить из этого. Я, конечно, вытащила, потому что я профессиональный рематолог, но, тем не менее, я ее учила пить воду. Потому что она не хотела пить воду. Потому что ей врачи сказали, ни в коем случае не пить воду. Вам всем ограничат воду. Отеки ограничат, гипертонии ограничат. Ну, про всех заболеваниях вам сразу ограничат воду. Сейчас даже детям маленьким воду не дают пить. Наступают две вещи. Сгущение крови и уменьшение количества выделяемой мочи. Всего две вещи. Вот вы не выпили сегодня полтора литра воды. Я не говорю о других напитках, потому что если вы будете пить другие напитки, чай, компот, кофе, какао, то водородный показатель вообще будет по нулю. Потому что они все кислые. Так вот, наступит изменение всего всех 12 констант. К сгущению крови приведет автоматически, автоматически, поймите, к повышению давления, к повышению числа сердечных сокращений, к повышению числа дыхательных движений и к повышению гемоглобина. Автоматически. Вот только вы не выпили полтора литра, все автоматически повысилось. И уменьшение количества мочи приведет к закислению, к повышению белирубина, к снижению, к повышению количества сахара, к повышению рейкоцитов, к повышению температуры. То есть все 12 констант зависят от того, выпили вы полтора литра воды или вы не выпили полтора литра воды. Я еще даже не говорила, какую воду надо пить, почему, зачем, что, да? Я просто сказала, если вы не выпили полтора литра воды, значит вы не выделите полтора литра воды. А значит запускается вот этот глобальный механизм, причем не важно сколько лет, ребенок, взрослый, пожилой человек, возникает гипоксия в клетке при сгущении крови, и возникает интоксикация. А гипоксия с интоксикацией это смерть. Это то, с чего мы начали. Дальше, пожалуйста. Вода имеет 12 свойств. Я сейчас не буду читать все эти свойства, это мы проходим на Академию. Вот у нас завтра начинается Академия, поэтому поднимите руку, кто идет на Академию. Ну, достаточно большое количество, вы это увидите, потом расскажете тем, кто не был на Академии. Вот, там сделаете записи, будут диски, кассеты, лучше, конечно, обучаться так, но мы там все это изучаем. Первое стоит PH. Второе стоит ОВП. Я вам расскажу сегодня только об этих двух свойствах. А дальше у воды есть жесткость, минерализация, температура, текучесть воды. Есть биологическая чистота, бактерии, грибы, паразиты, соли тяжелых металлов. Есть энергоинформационные свойства, которые называются структура информационная память. То есть у нас к воде надо подходить системно. Потому что меня спрашивают люди, Ольга Исейна, вот эта вода хорошая? И дают мне бутылку с водой. Ну, например, там, Шишкин лес, там, или еще какая-нибудь, да? Никто не знает, хорошая она или нет. Никто не знает ее PH, никто не знает ее ОВП, никто не знает ее биологической чистоты, хотя утверждают, что, да, действительно, никто не знает ее структуры, никто не знает ее информационной памяти, никто не знает ее поверхностного натяжения. Мы знаем только, что в ней столько-то минералов. Это одно из 12 свойств. Все. Вы приходите, у тебя фильтр хороший? Вот я пью такую-то воду, такой-то фильтр. Да никто не знает, какой у вас фильтр. Если вы все 12 свойств спросите, я скажу, фильтр хороший. Потому что так вам скажут, что он просто хороший. Если вы поверили, то каждому поверят. Дальше. Так вот, какая должна быть вода? Какая она должна быть поступать, чтобы водородный показатель был нормальный? Во-первых, она должна быть нейтральная или слабосчелочная. Это закон жизни. Кислая вода, кислая вода условно пригодна для питья, потому что она водородный показатель будет еще ронять. Повезло тому, кто живет на живых источниках. Вода должна родиться, она должна быть рожденная. Ее нельзя пить с глубины 300 метров, так как мы берем сейчас из артезианских скважин. Она там мертвая абсолютно. Она должна быть рождена. Она должна выйти из родника. То есть она должна быть землей рождена. И поэтому мы все с вами пьем практически мертвую, либо обратноосматическую воду. В которой нарушены все показатели. И кислородный, и водородный, и все остальное. Другое дело, что мы не имеем возможности, может быть, брать воду из родника. Значит, мы имеем возможность что-то с ней сделать. И сегодня буду об этом говорить. Она должна быть заряженная. Она должна быть отрицательно заряженная. Что такое отрицательный заряд? Это заряд минус. Это кислород, который есть в воде. Отрицательный заряд – это электроны. Но если вода положительно заряжена, она вам сделает разрядку. То есть выпил. Чай не пил, какая сила. Чай попил, совсем. То есть она вас разрядит. И она будет забирать у вас жизненную энергию. Если вы все время пьете положительно заряженную воду, я немножечко поговорю потом об этом. Сегодня мы будем работать только на двух качествах воды. На PH и на ОВП. Я вам расскажу поподробнее, что это такое. Потому что основная тема, которую я хочу, чтобы сегодня вы поняли, это водородный показатель. Это основа, это баланс, это пусковой механизм, это точка жизни. Вот нормальный у вас водородный баланс, все, можно за вашу жизнь бороться. И скорее всего, что у вас не будет никаких заболеваний. Но если руки будете мыть или дорогу переходить, еще в правильном месте, да? То есть это как бы от этого не зависит. Глисты могут и при нормальных быть показателей PH. Но от глистов, что называется, никто не умер. Все умирают как раз от закисления. Это в другую сторону, да? У нее должна быть жесткость определенная, минерализация, температура. Только теплая должна быть. Никогда в жизни не пейте холодную воду. Вода должна быть температурой 25-30 градусов. В любую жару, в любой холод. Если вы спортсмену дадите воду 15 градусов, он уже там или 10, или 5, он никуда не побежит. Он мгновенно погасит свою энергию. А будут говорить спортсмену, кураж ушел. Для самой мастер спорта по волейболу нам никогда пить не давали. Потому что если попьешь, все, уже никуда не подбежал, уже не подача, вообще ничего не интересует. Потому что энергия уходит мгновенно. Вот этот вот разогрев, который должен быть. Вода должна нагреться. Если вы пьете его кипяток 90 градусов, это тоже плохо. Клетки всущиваются в желудке, в пищеводе и уходят. То есть нельзя пить кипяток. Мы пьем кипяток, в котором палец горит. Суньте туда локоть, вы изумитесь просто. Просто будете изумлены. То есть даже то, что вы пьете, а если он покрытся роговым слоем, он практически не чувствует температуры. Так же, как наша рука, да, как кисть, она уже достаточно приспособлена. Поэтому только локоть. Она должна быть чистая, структурированная, с положительной информацией. Если вода передала информацию смерти, информацию труб, информацию коллекторов, информацию свечей печей, информацию холодильника, на котором она стоит. Там идут ужасные низкочастотные вибрации. То, выпив эту воду, вы разрушаете медленно свой организм. Всемирная организация сказала, 80% болезней передаются с водой. Она не имела в виду только чуму, холеру и гепатит. Она правильно сказала, 80% передается с информацией воды, со структурой воды. Каждую молекулу воды организм заструктурирует, потратив на нее свою энергию. Дальше. И ОВП. Это удивительные свойства. Заряд воды. То есть нас интересует PH, водородный показатель, и ОВП, заряд. Если вы хотя бы по двум отбалансируете воду, то есть будете пить отрицательно заряженную воду, щелочную, вы уже имеете возможность в автопилоте восстановить утраченные функции вашего организма. Дальше. ОВП измеряется прибором, самым обычным. Я покажу вам, как это делается. Прибор на платиновый электрод ловит количество электронов и говорит, насколько мертвая вода или насколько она живая. Дальше. Чтобы константы жизни были в норме, все 12. Сахар, давление, число дыхательных движений, я не буду повторяться, да? Нам не нужны врачи для этого. Вообще ни одного врача, ни хирурги, никто не нужен нам. Потому что они ничего не могут с этим сделать. Они вам могут константу вернуть к норме насильственным путем. Вам это не поможет. Либо поможет на какое-то короткое время. Условия жизни таковы. Для этого все 12 констант были в норме. Первое. Чистый воздух. Обязательно надо дать себе возможность дышать чистым воздухом. Хотя бы пока еще там машины не проснулись или еще что-то, да? С этим напряженка. Но это не самое главное. Вода. Второй фактор. Если вы измените воду в своем организме, интеллектуально, всеми способами, на которые вы способны. Каждый способен на небольшое количество способов. Кто-то способен полностью поменять воду. Растительная пища. Растительная пища. Мы травоядные. Запомните. Мясо может поступать к нам небольшими порциями. Мы травоядные. Индусов миллиард сто миллионов. Они вегетарианцы. Они милки-вегетарианцы. Они не едят мясо. Нас 140 миллионов и мы вымираем. Мы серьезно вымираем. Через 50 лет нас не будет. Нас это России. Потому что у нас в год умирает полтора миллиона россиян. Полтора. И рождается полмиллиона. Естественное убыль населения. Миллион. Вы себе не представляете какие-то цифры. В масштабе одной нации. В масштабе показателей здоровья. Растительная пища. Она несовершенна. У нас есть возможность добавить ее нутрицептиками. То есть концентрированными природными растительными обогатителями питания. Но это есть только возможность у того, кто с головой. Все, кто без головы, будут гоняться за продуктами из супермаркета. Там же они и спотыкнутся. Биологический микромир. Он есть. И вокруг нас живые цивилизации. Животная пища может быть применена, безусловно. И солнце. Все. Ни от чего больше здоровье не зависит. Нет ни одного фактора. Но экология, да? Экология это грязный воздух. Это грязное, так сказать. От которого бы зависело ваше здоровье. Вот так живут собаки. Они питаются тем же. И они могут жить не болея, если вы не будете кормить их своей продукцией. Поэтому если у вас есть собака, сначала дайте собаке, потом ешьте сами. Это абсолютно точный метод. Сначала дайте кошке, потом ешьте сами. И не говорите, у меня глупая кошка рыбу не ест. Кошка умная. Если она не ест рыбу, значит рыба с антибиотиками. Здесь нет места врачам. Здесь есть место вам, каждому человеку в отдельности. Что мы не можем из этого обеспечить? Воздух. Абсолютно точно. Все остальное мы можем. Воду можем. Растительную продукцию натурального качества можем. Нутрицептики можем. Животную пищу можем. Солнца на всех хватит. И кислорода тоже. Поэтому если вы думаете, что врачи вам помогут, избавьтесь от иллюзий лучше раньше. Чем? Будет обидно, что они вам не помогли. Ваши ожидания не оправдаются. Никто не может вас сделать здоровыми, кроме этих факторов. Когда мы в детстве читали речевку «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», это было так просто, что замылилось наше внутреннее понимание. Мы так и не поняли. Воздух испортили, воду испортили, продукты испортили. Последнее допорчиваем. Последнее. Если у нас только глутамат везде добавляли, 621-ю добавку, которая вызывает разрушение мозга, то сейчас уже добавляют до вкусия и послевкусия. То есть две аминокислоты, которые… Вот вы съели колбасу, вы еще не прикоснулись, вам уже хочется этой колбасы, потому что в ней есть аминокислота, с которой вы резонируете. А потом вы съели у вас два часа во рту, ну просто ташкент. То есть вы сейчас будете есть колбасу и думать, что это самое лучшее в мире, потому что там три наркотика. Глутамат, инозитол, соленозитовая и так далее. То есть люди дошли в этом совершенстве до кощунства, до полного. То есть продукты, которые сейчас предлагают нам, на 90% непригодны для использования. Приблизительно. Но здесь нельзя дать четкие рекомендации. Кто-то будет есть свеклу свою, кто-то будет есть картошку свою. Ну и так далее. То есть вот в питание не хотелось бы углубляться. Недавно был фильм. Вот буквально, что мы едим, да? Позавчера. Видели, да? Вчера, да. Впечатление произвело? Серьезное, да? Об этом надо говорить, об этом надо думать. Дальше. А дальше все просто. Дальше. Что пьем? Газированная вода. Пить нельзя. Ни при каких условиях. Нельзя пить газированную воду. Водородный показатель на ноль сведете. Детям ни одной капли газированной воды. Никогда. Потому что углекислый газ, повышаясь до температуры 37 градусов, выходит из организма. То есть расщепляется с водой и начинается вздутие кишечника. У ребенка не может быть никаких болей, кроме пузырьков воздуха, которые скапливаются в кишечнику. Минеральная вода. Только по назначению врача. Если вам попадется высокоминерализованная вода с карбонатом кальция, то тем жиром, который есть в сосуде, смешается карбонат, и он вас похоронит. Дальше. Сладкие напитки. Сахар обезвоживает клетки. Печень и головного мозга блокируют ферменты, подавляют бактерии. Сахар пить нельзя, запомните. Сахар можно только есть. Запомнили? Пить нельзя. Только есть. Хотите съесть сахар? Положите чайную ложку сахара в воду и сосите. Это можно. Но в воду добавлять нельзя. Возьмите кристалл, возьмите кусочек, возьмите конфетку, что угодно, но пить его нельзя. Сахар можно только есть. Потому что мне говорят, Ольга Сеевна, что нельзя сладкий чай пить? Я говорю, чай сладкий пить нельзя. Можно пить чай с сахаром, то есть сахар во рту, а чай отдельно. Вода отдельно. Чтобы вам легче было запомнить. Потому что без сахара человек не может. Но он должен съесть его отдельно. Дальше. Ароматизированные чаи. Никаких добавок нельзя. Если вы не видите там мяты, которая плавает, значит ее там нету. Значит там ментол, значит там бутилоцитаты уксусных кислот, значит там грушовые добавки, значит там черти что положено. Вот вы видите ромашку, значит чай с ромашкой. А если вы ее не видите, вы не видите лимона, значит нет там лимона. Дальше. Кофе. Искусственное кофе пить нельзя. Хотите пить натуральное, пожалуйста. А все говорят так, а я не люблю, а, а, вот хорошая вещь вспомнила на ходу. Нельзя пить кофе с молоком. Нельзя. Кофе надо пить только без молока. А человек говорит, а я не люблю кофе без молока. Значит вообще не пей. Потому что человек хочет добавить кальция. Молоко он не переносит, либо не любит. И он в кофе добавляет вот тут граммчик кальция и выпивает. Причем когда человеку даешь натуральный кофе, он говорит, я вообще такое не люблю. Это значит он вообще кофе не любит. Процестируйте себя. Если вы не любите кофе, пейте чай. Ваш никто не заставляет его пить. Но если вы любите кофе с молоком и с сахаром, то вы в кофе любите молоко и сахар. Это значит вы закислены. Возвращаемся назад. Пункт первый. Успокоить нервы. Пункт второй. Поговорить с женой. Смотрите пункт первый. Успокоить нервы. Вот приблизительно так, да? Если вы любите сахар, ешьте сахар. Любите молоко, ешьте молоко или сметану. Не надо пить кофе с молоком, если вы его не любите. А вот живой кофе, действительно живой? Или это реклама очередная? Ну это реклама очередная. Кофе может быть только натуральный, кофейные зерна. Вот если вы взяли зерно и грызете его, и оно вам не нравится, значит вы в принципе кофе не любите. Вы просто любите сахар с молоком, ешьте сгущенку. Дальше. Чай с молоком тоже пить нельзя. Болезни, обезвоживание и закисление. Катаракта, кишечные колики, сухость кожи. Здесь синдромы, симптомы и заболевания. Камни в печени, камни в почках. Аллергия, заболевания суставов, ишемическая болезнь сердца, гипертония, аллергические и бронхолёвочные заболевания. Более 70% болезней идут в связи с обезвоживанием и закислением. Дальше. Остеопороз. Как только в организме скапливаются вредные кислоты, остеопороз это болезнь века сейчас. У детей уже в 12 лет остеопороз. Почему? Потому что мы кушаем 90% кислой еды и пьём 90% кислых напитков. Всё. Нет больше причин для остеопороза. Кальций выходит из депо, чтобы погасить агрессивные кислоты. Всё очень и очень просто. Дальше. Какая вода нужна человеку? Дальше. Необходимое количество и качество. Я им сказала. А теперь вопрос, что делать. Я всегда говорю, кто, блин, виноват. А во второй вопрос, по-чернышевскому, что делать. В этой ситуации, да? Что делать? Реально. Поняли? Кушаем всё кислое, пьём всё кислое. Водородный показатель падает. Как только водородный показатель упал, ферменты отключились, горбоны изменили своё действие, аминокислоты изменились, начали размножаться. Грибы, лучшее питание для грибов, это молоко с сахаром, кстати. И так далее. Вот одна точка нарушена, и всё начинается. Поэтому мы не можем одновременно вернуть себе и давление, и число сердечных сокращений, и сахар убрать, и вес отрегулировать, и число дыхательных движений, и холестерин, и билирубин. Для этого нужны 100 врачей. Отрегулируйте одно кислотно-щелочной баланс. И всё постепенно отрегулируется. И когда Коралловый клуб 10 лет назад вышел на рынок со щелачивающими продуктами, ко мне приехал Леонид Августович в Нижний Новгород. Говорит, я вам хочу показать новый продукт. Он мне показал микроэгидрин тогда. Мне года два понадобилось только на то, чтобы понять, что это такое. Я не могла понять, что такое отрицательно заряженная вода. Я не могла понять, что такое кремни, для чего он нужен в организме. Хотя я к тому времени уже 20 лет проработала врачом, и я знаю, что такое здоровье более-менее. То есть я не могла этого понять. И только теперь, через 7 лет чтения лекций, мне наконец дошло, что такое отрицательно заряженная вода, что такое водородный показатель, что такое ПАЖ. Итак. Дальше. Базовые программы сохранения здоровья. Всегда спрашивайте, с чего начать? Начать с водородного показателя. Отбалансируйте водородный показатель, все остальное подтянется. Для этого у нас есть три продукта уникальных. Абсолютно уникальных. Это продукты, я думаю, что это будут продукты века. Потому что в эту сторону еще никто не ходил. Первый препарат. Куралмайн. Это щелочная минеральная композиция. С японских островов Окинава. Которая содержит около 60 микроэлементов и все в щелочную группу. Она называется щелочная композиция. Второй продукт. Гидроцель. Жидкий микрогидрин. Кремниевая основа. Я вам уже сказала одну важную вещь. Вы ее, скорее всего, что пропустили. Что не существует магния, калия, натрия. Что это все водород с разным количеством электронов. Так вот, кремний содержит больше всего электронов. И он может из себя освобождать водород, магний, калий. Его как бы там нету. Но он может из себя освобождать. И поэтому кремний это матрица, из которой может освободить всю щелочную группу минералов. Это совершенно потрясающий живой микрорганизм. Компьютерные чипы сделаны из кремния. Это потрясающая вещь. И микрогидрин. Препарат, который выдвинут на Нобелевскую премию. Получит он ее, не получит. Может через 5, может через 20 лет. Не знает, через сколько она настигнет. Этот препарат, продукт, но он получит. Потому что это энергия, которая может быть управляема. То есть лежит на столе, она не работает. Воду опустили, она работает. Рисовая мука. Потрясающая вещь. Препарат, который долго будут расшифровывать. Когда физикам показываем действие препарата, они говорят, этого быть не может. Я вам сегодня покажу действие препарата. Я не люблю говорить бездоказательно. Я вам сегодня покажу, что такое свободные радикалы. Прямо покажем. Мы сегодня вам покажем, как это измеряется. Мы покажем, как это посмотреть. Вы дома можете это подтвердить. И пожалуйста, показывайте это людям. Потому что свободные радикалы, водород, в чистом виде, это смерть. Маленькая, большая, разная, всякая. Дальше. Композиция Alcomine. Дальше. Или Coral Mine. Что она делает с водой? Обратите внимание. PH 8,9. Диапазон ОВП. Минус 200. Плюс микроэлементы, поверхностное натяжение, структура, память. Дальше. Посмотрите, как выглядит снежинка. Витализированная воды с Alcomine. Это абсолютно организованная жидкость. Которая пригодна для того, чтобы в ней шла жизнь. Фильм, пожалуйста. Я вам покажу несколько видео отрывков. Потому что вот эти три уникальных продукта, с которых можно сдвинуть водородный показатель, поднять его на нормальный уровень. Это основа. Все остальное, это уже балансировка. Надо начинать всегда с основы. Покажите, с чего начать. И человек дальше уже будет выздоравливать. Причем совершенно не важно, какие у него будут заболевания. Хоть склероз, хоть диабет, хоть геморрой. Хоть водородный показатель будет в норме, все пойдет на поправку. Мы капельницами это делаем. Звук. Безопасная вода. Щелочная вода. Живая. Норма питьевой воды не выше плюс 60 милливольт. Антиоксидант. С 313 падает на минус 186. Структурированная. Это коралловая композиция Coral Mine. Минерализованная. Полноценный минеральный состав. Натрий, магний, калий, кальций, цинк. И еще около 60 минералов в гомеопатических и адекватных дозах. Визитка Coral Mine. Множество дипломов. Медалей. В Японии это один из самых лучших продуктов, который по легенде Окинавы спасет мир. 50 миллионов человек... Эксперимент. 50 миллионов человек пьют коралловую воду. Это самое простое, самое дешевое, что вы можете сделать для себя и для своих близких. Вода будет практически биологически доступная. Ее нужно пить не во время еды, только между едой. За два часа... За час до еды, либо за два часа после еды. В горячем виде, в любых жизненных ситуациях. Практически все болезни связаны с закислением. Поэтому щелочная композиция Alkoma является вот тем пусковым моментом, с которого надо начинать. Здесь у нее большая проблема найти чистую воду. Мы хлорируем воду, чтобы обеззаразить ее. Но хор разрушает наше здоровье. А вот цветная реакция. Как кораллы санго связывают хор. И в пакетик мы добавляем полтора литра. И не только получаем безопасную воду, но мы получаем воду щелочную. Она должна быть голубого цвета, если добавить цветную реакцию. Ни зеленая, ни желтая. Вот смотрите, вот такая щелочная вода. Это основа здоровья. Именно в такой среде живут здоровые клетки. Когда мы добавляем кораллы санго в воду, мы получаем не только чистую, безопасную и целебную воду. Это еще и питание, потому что здесь есть порядка 70 макро-микроэлементов. Меняется структура воды. И именно такой продукт может помочь нам. Шведская медицинская группа имеет эксклюзивное право распространять ее. И вот мы являемся распространителем. Люди во всем мире, в Америке, Австралии, Европе, Азии пользуются этой водой. И называется она Alkamine. И сегодня мы принесли ее в ваш дом. Ну и... Посмотрите короткий репортаж. Это Марина Федоренко. Это золотой... Платиновый? Платиновый мастер компании. Я хочу показать маленькое чудо. Я это чудо наблюдаю каждый день. Я хочу просто показать реальность. Как работает продукт, который называется Alkamine? Что он делает с водой? В этой студии мы увидим емкости с водичкой. Причем, насколько я понимаю, одна из емкостей... Погромче сделайте. ...буквально за несколько минут до прямого эфира. И она запечатана, эта водичка, правильно? Да, потому что вот здесь стоит Бадайстана. Рядом Бадайстана. Будьте внимательны. Смотрите. Вот сейчас мы открываем эту бутылку. Вот она запечатана, открывается, как обычно. Несколько сложно. А теперь мы нальем эту воду в стаканчик. Я думаю, вы все слышали сказки в детстве, знаете, сказки о живой и мёртвой воде. Мёртвая зерпу помазала, живую внутреннюю линку, и вот богатырь ожил. На самом деле все сказки имеют достаточно серьёзное под собой основание. В Оресе уже несколько десятков лет знают способ получения живой и мёртвой воды. Там методом электролиза, полонепроницаемого грана и так далее. Но этот метод давным-давно... Собственно, это не метод. Но такую воду можно получать в каждой делении естественным способом, и тот естественный продукт, о котором говорит Петер Акану. Семейная организация здравоохранения среди прочих показателей качества питьевой воды указывает такой показатель, как исследовательно-восстановительный потенциал. Давайте вам посмотрим. Заряд воды. Не надо, не надо. Это вода из крана. Давайте посмотрим. Заряд воды должен приближаться к заряду клетки. Не больше плюс 60. И межклеточной жидкости. Заряд, это сегодня я набирала у себя дома. В кране, ну, он покоим... 301. 300. В 5 раз хуже, чем позволяет, как бы, нормативы, Семейная организация здравоохранения. Давайте проверим ту воду, которую сегодня мы вот купили, сняли этикетку, чтобы никто... Такую воду пить нельзя, она разрядит человека. Очищенная вода, которую мы с вами покупаем в магазине. То же самое, 285. Вы видите, что эта вода... Давайте проверим. Немножечко получше. Заряд падает, да? Ну, в общем-то... 284. Да. Ну, в общем-то... Очищенная вода. Можно отоблить. В общем-то, не намного отличается. Тем не менее, вы ходите в магазин и покупаете очищенную воду. Давайте посмотрим, а что может сделать коралл Санго? Потому что именно так называется наш продукт с этим показателем, с зарядом воды. Внимание, именно алкомайн. Вы видели, это производство, как аккуратно и серьезно относятся к этому всему. Вот мы добавляем. Теперь посмотрите, что происходит с зарядом. Что такое плюс 300? Это мертвая вода. И вам понадобится отдать энергию, чтобы нейтрализовать этот положительный заряд. Там есть свободный ради того. Но мы добавили коралл Санго, и она стала не просто питьевой. Обратите внимание, это минус... Минус 160. 182, 180. Минус 180. Ну, это маленький объем. А если разбавить ее до полтора литра, она будет минус 50 или... Вот это и есть живая вода. Это живая вода, которая связывает яды. Выводит яды из вашего организма, дает энергию. Не даром люди, которые пользуются нашей водой, все отмечают ее благотворное воздействие. А ведь, казалось бы, это же не лечение чего бы то ни было. Это просто та вода, которую надо пить. И, кстати, все, кто смотрит нашу сегодняшнюю передачу, это моя миссия. Я хочу сообщить вам, если вы не пропеваете, минимум полтора литра в день, это ваша физиологическая норма, летом это больше, в жаркое время это больше, если вы физически тяжело работаете, это больше, но минимум полтора литра в день, у вас будут неприятности. Ваше здоровье будет уходить от вас. Микрогидрин, Олеша. Это коралл, коралл Санга. Вы все имеете возможность посмотреть диски компании. У нас очень много литературы, много фильмов, много дисков. Я сейчас не буду долго рассказывать. Мне главное донести до вас информацию, что это надо. Потому что вопрос, что, где, когда, сколько, почему, как пить, это второстепенный вопрос. И есть один вопрос жизни. Зачем? Если вы определите для себя, зачем это пить, то где, сколько, как, с кем, почему и так далее, это уже второй вопрос, который вы зададите тем, кто вас сюда пригласил. Это все очень просто. Мне надо дать вам, зачем? Потому что без этого нельзя. Потому что нет в мире ни одного продукта, подобного кораллу Санга. Нету. И похоже, что легенда, которая спасет мир, она действительно сбудется. Потому что тот, кто пьет коралловую воду, тот имеет шанс держать водородный показатель выше. Намного выше. Микрогидрин. Это кремниевые, кремнеземы, из которых освобождаются. Каждая клетка организма использует кислород для получения энергии. В результате окисления образуются молекулы, потерявшие свой электрон. Это свободные радикалы. Такие молекулы неустойчивы и высоко реактивны. Им нужен дополнительный электрон, чтобы вернуться в прежнее устойчивое состояние. Поэтому они забирают этот электрон у живых клеток наших органов, крови, кожи и даже молекул ДНК, которые контролируют развитие других клеток. Даже молекул ДНК. Радикалы приводят к быстрому старению, нарушают процессы размножения клеток и являются причиной образования опухоли. Однако существует природный источник защиты от свободных радикалов. Их называют антиоксидантами. Они берут один из своих электронов, нейтрализуя таким образом свободные радикалы, уравновешивают и делают их безопасными. Вы можете снизить количество свободных радикалов, бушующих в вашем организме, при помощи последней разработки препарата микрогидрин плюс. Этот супермощный продукт содержит триллионы электронов, намного больше, чем любой другой антиоксидант, существующий сегодня на рынке. Так как свободные радикалы отличаются друг от друга, они требуют различные виды антиоксидантов. Микрогидрин плюс содержит широкий спектр антиоксидантов, нейтрализуют разные виды свободных радикалов различными способами. Микрогидрин плюс – это эксклюзивный продукт. А сейчас мы вам покажем, что такое действительно свободное радикальное окисление. Это совершенно потрясающий эксперимент, который вы можете провести дома у себя. Потому что лучше один раз увидеть самому, чем сто раз услышать. Я когда увидела этот фильм, я поняла, что мы можем не только показать щелочную воду, отрицательно заряженную воду, мы можем показать процесс жизни и смерти. В данном случае яблоко, а вообще-то организма человека. Погромче. Жир знает, что такое жарно. На самом деле этот процесс называется кислим. Сегодня у нас в гостях доктор Кэррин Мирокко. Она объяснит нам, что такое окисление, и поможет понять, как антиоксиданты сводят к минимуму на его вредное воздействие. Рады видеть вас, доктор Мирокко. Добрый день. Что же такое окисление и как ему его воздержать? Окисление – это природный естественный процесс. Добрым металла – это жарчина у пищевых продуктов, гниения или порча. В нашем организме окисление происходит во время выработки энергии. В результате возникают побочные продукты. В основном – гребеносные свободные радикалы. Свободные радикалы – это часть процесса окисления? Да, вообще структура молекул сбалансирована. Но, потеряя электрон в процессе окисления, молекула ворует его у здоровых клеток, чтобы вознестить потери. В результате возникают свободные радикалы, которые наносят вред клеткам и тканям организма. Свободные радикалы находятся везде. Вот почему такой мощный антиоксидант, как нюрегитрия, необходим каждому, как очень будет здорово. То есть антиоксиданты могут уменьшить вредные наносенные отчисления и не просто уменьшить. Хочу показать вам, как можно остановить и даже повернуть вспять этот процесс. Свежий круп, например, яблоко, состоит из живых клеток. Мы все знаем, что происходит с недоведенным яблоком. Основа железа. Я подготовила три тарелки. Так же, как основа нашей клетки. Железа. Крови. В содержание одной из них я добавила микролитрин. Но ведь мы говорим, что окиснение – это нормальная составляющая процесса состояния. В целом, это правда. Однако сегодня в нашем село и снаружи попадаются атаки вредных факторов, таких как загрязнение окружающей среды, лепражство, химические вещества, пища. И вред от свободных радикалов настолько возрастает, что возникает усталость и многие опасные заболевания. Даже физическая активность сопровождается окислением. Это повышает риск клеточного разрушения. Как мы видим, содержимое двух тарелок довольно неприятное видение. А вот в тарелке с микродивеном на тёркой яблок очень попредит служить. А вот что произойдёт, если я добавлю немного микрогидрина в другую тарелку. Несмотря на то, что яблоко здесь уже потемнило, микрогидрин сможет остановить процесс порчи. На самом деле, да, и не просто остановить. Спустя некоторое время микрогидрин возвращает яблоко в первоначальную золотую и ссёженую тарелку. Непероятно. Яблоко на первых лет не вспомнилось. На вторых выглядит почти так же хорошо. А вот содержимое третьей тарелки выглядит не очень прибегательно. Эксперимент с яблоком продемонстрировал силу антиоксидантов. Оно, микрогидрин, дает большой заряд энергии, выносливость и заботится о восстановлении организма. Если микрогидрин так быстро воздействовал на яблоко, вы только подумайте, что он может сделать для нашего организма. Доктор Морокко, огромное вам спасибо за этот наглядный тренинг. На здоровье. Мы желаем всем вам бодрости, энергии и активного долговечия. И третий продукт – это жидкий микрогидрин – гидроцель. Олег, гидроцель. Думая о водных ресурсах, мы наверняка представляем себе горный поток, бегущий под скалом и падающий кристально чистый водоем. Но если бы вы увидели те реки и озера, из которых поступает наша питьевая вода, вы бы начали эту картину неприятной. Чтобы уничтожить все вакурии, использовался много дезинфицирующих средств, например, хлор. Как вы думаете, куда деваются эти вещества, когда заканчивают уничтожать бактерии? Некоторые из них, несомненно, остаются в воде. Задумайтесь, если они настолько сильны, чтобы справиться с бактериями в озерной воде, какой вред они могут причинить вашему организму? Вы действительно хотите выпить их с водой? Сегодня существует здоровое решение проблемы под названием гидроцель. Он делает водопроводную воду здоровой. Существуют различные факторы, определяющие качество воды, о которых вы, возможно, и не задумывались, поверхностное натяжение и кислотно-щелочной баланс. Эти факторы влияют на ваше здоровье и здоровье близких вам людей. Мы должны знать, насколько чистой является вода, которую мы пьем. Большинство людей, заботящихся о своем здоровье, начинают использовать очистители воды, чтобы пить очищенную воду и избежать убедительного влияния флорирования. А хлор – это мощный, свободный радикал. Но вы не возьмете с собой фильтр, если отправляетесь в гости или в путешествия. Но зато вы можете просто добавить 8-10 капель гидроцеля в вашу воду, и хлор будет нейтрализован до нетоксичной нормы. Еще одна характеристика воды – это PH, то есть при обладании кислотной или щелочной цветы. Наши единые пинки сегодня содержат слишком много мяса, сахара и кислотных консервантов. Наше тело плохо поддерживает в себе благоприятную слабощелочную среду. Важно не допустить, чтобы жидкости нашего организма стали слишком кислотными. Один из самых легких способов сделать это – употреблять больше щелочной еды и напитка. Но гидроцель может помочь и с этим. Он поднимает PH вашей питьевой воды, образуя слабощелочной напиток без изменения его вкуса. Теперь с гидроцелью мы можем наслаждаться каждым стаканом воды или другого напитка и в то же время бороться с излишней кислотностью. Не менее важным является понятие поверхностного натяжения воды. Поверхностное натяжение отражает способность воды увлажнять и смачивать пищу. Текучесть. Текучесть. Если они недостаточно смочены. Вода с низким уровнем поверхностного натяжения хорошо смачивает питательные вещества. Гидроцель снижает поверхностное натяжение воды и питательные вещества активно проникают в клетку. Когда мы молоды, наше тело на 70% состоит из воды. С возрастом ткани теряют влагу, стареют и морщины, сопутствующие этому в какой-то мере являются результатом потери воды. Чтобы замедлить процесс старения, нам необходимо каждый день выпивать 1,5 литра хорошей чистой воды. Водопроводная вода имеет поверхностное натяжение в 73 дин. Но жидкостям нашего организма нужно поверхностное натяжение в 45. К счастью, гидроцель превращает питьевую воду в полезную жидкость для организма. Несколько капель гидроцеля в воде уменьшает поверхностное натяжение и позволяет напиться всем клеткам. С гидроцелью вы можете быть уверены в том, что ваша еда увлажнена, ваши клетки гидротированы, а тело получает необходимую воду, чтобы оставаться молодым и здоровым. Гидроцель можно использовать в воде, чай, кофе, практически в любом напитке. Его легко носить с собой, легко использовать. Не следует выходить без него из дома. Вы можете пить водопроводную воду, содержащую хлор с нейтральным ПАЖ и высоким поверхностным натяжением, или вы можете превратить вашу воду в более здоровую с помощью гидроцель. Выборок за вами. Первый слайд, пожалуйста, поставьте презентацию. Итак, мы подошли к концу нашей презентации. Что мне хотелось, чтобы вы отсюда вынесли, запомнили и поняли, да? Что жизнь и смерть это дуальный процесс. Одновременно течет в организме. Одновременно умирает триллионный клеток. Одновременно рождаются триллионы клеток. Возобновляются, встает на место старых клеток. И в течение пятидесяти лет человек не должен стареть. Женщина в пятьдесят должна выглядеть приблизительно так же, как женщина в тридцать. Два раза по двадцать пять, да? Поэтому очень важно, чтобы вы поняли механизмы. Существует единственная причина смерти. Единственная. Меня когда-то пригласили читать лекцию в Новосибирском медицинском институте. И я не очень люблю читать студентам лекции, потому что им некогда, они всегда спешат. И я им сказала, если вы мне назовете несколько причин, назовете мне причину смерти, то я с нему шляпаю и скажу, что вы готовы идти к больным. И они начали мне рассказывать про причины смерти. Инфаркт, инсульт, тромбоз, диабет, кома. И мы долго-долго с ними рассуждались, менялись. Я говорю, нет, это не причина смерти. Они уже кирпич на голову упал. Но это причина смерти? Я говорю, нет, причина смерти одна, запомните ее, кислород. Условия и причина жизни и смерти. Но кислород не живет просто так. Он растворен в воде. Поэтому норма 70% воды в организме. 70, не меньше. 50% это старость. 50% это морщины. 50% это сморщенная печень, сморщенное сердце, сморщенный мозг. Но вода должна быть не просто вода в организме, она должна быть определенного водородного показателя. 7,4 по жидкостям. Минимум слюна должна быть 7,4, не меньше. Хотя бы 7. Норма жидкостей это жизнь. Что такое смерть? Смерть это гипоксия, это обезвоживание, это закисление PH7,1 и появление токсинов. И еще одно условие это норма микро-макроэлементов. Разных кальций, магний, натрий, аминокислоты. Все это соединяется в организме, перерабатывается. По данным Всемирной организации здравоохранения, по определению, жизнь это постоянное перестроение аминокислот в живом организме, в воде, с водой, при помощи ферментов. Вот это определение жизни. Вот такое определение жизни существует уже 50 лет, и пока оно такое. Мы с вами аминокислоты в постоянном перестроении. И этим аминокислотам нужны определенные условия. Итак, резюмирую. Если человек хочет быть здоров, у него все константы должны быть в норме. Пульс, давление, сахар и так далее. Чтобы они все были в норме, существует несколько условий. Чистый воздух, полтора литра чистой, хорошей воды. Не просто воды, хорошей воды. Хорошей воды мы сказали, что это щелочная, заряженная, теплая и так далее. Не буду возвращаться. Он должен кушать нормальную растительную пищу. Он должен двигаться, безусловно. Он должен регулярно чиститься от бактерий, вирусов, грибов, паразитов, глистов, простейших. Вот если дать вам универсальный секрет, универсальный секрет здоровья, он будет заключаться в следующем. Вот А, Б, В, Г, Д, практически, да, по пунктам. Первое. Не кушайте. Первое. Не нервничайте. Не психуйте. Держите радость все время. Мне недавно Гаря Иванова подарила книгу и говорит, Оля, прочитай ее. А я как-то так забыла. Она говорит, ты прочитала? Я говорю, нет. Она говорит, ты прочитала? Я говорю, нет. И вот она на третий раз мне сказала, прочитай. Я думаю, надо прочитать на самом деле, потому что человек настаивает. Книга называется «Полианна». Это детская книга. Кстати, когда я послала людей покупать, они ее нашли в книгах для вне классного чтения. Я звоню, говорю, книжка что ли детская? Она говорит, да, Оля, книжка детская, но это для нас. Я читала эту книжку, я рыдала два часа. Вот я два часа рыдала, я ее читала. Там про девочку, которая жила в очень бедных условиях. У нее умерла мама. И они с папой, папа у нее был священник, договорились. Всегда радоваться жизни, всегда. И даже когда нечему радоваться, надо радоваться жизни. И когда девочки спросили, что ты хочешь на день рождения? Девочка была маленькая, она говорит, я хочу куклу. Но вместо этого попечительский совет подарила ей костыли. И она сидит, плачет, папа заходит, он говорит, Полиана, что ты плачешь? Мы же договорились с тобой радоваться всегда, всему. Она говорит, я хотела куклу, а мне подарили костыли. Чему тут радоваться? Он говорит, радуйся, Полиана, что тебе костыли не нужны. Это такое счастье, что тебе не нужны костыли. Этому можно радоваться всю оставшуюся жизнь. Эта книга просто потрясающая. Я вам рекомендую прочитать ее вслух своим детям, потому что мы вообще не радуемся. Это первые условия здоровой жизни. Полианна. Ее написала Элеонор Портер. Наберете Полианна в любом, так сказать, вам месте дадут. Вы получите неописуемое удовольствие. Все, кто ее читают, все плачут. Плачут, когда идет очищение. Это адреналин, это резонанс. Прочитайте. Потому что без нервной системы здоровья не получится. Второе условие жизни. Водородный показатель. Купите лакмус. Промерьте, какой он у вас среднесуточный. И попытайтесь его восстановить. Чтобы его восстановить, что надо сделать? Первое. Прекратить кушать отравленную еду. Хотя бы частично, хотя бы на 50%. Второе. Прекратить пить отравленные напитки. Отравленные кислотами. Неорганическими, лимонными и так далее. Отравленные ароматизаторами, консервантами, стабилизаторами, красителями. Идентичными натуральному. Чем хотите? Перестать. Начать пить нормальную воду. Что такое нормальную? Нормальная вода это значит вода взятая из-под хорошего фильтра с добавлением. Либо микро гидрина, либо коралмайна, либо гидроцеля. Вот это будет нормальная вода. Вся остальная вода ненормальная. Если только она не родниковая у вас. Если родник проверенный и паспортизированный. Третье, что надо сделать. Очиститься от паразитов. От глистов, от гельминтов, от лямблей, от писторхов, бактерий, грибов, вирусов. Постараться. Это нелегко. Вот это нелегко. Легко нормально питаться, легко пить нормальную воду. Нелегко, чтобы вас покинули грибы. Но это надо сделать. Потому что иначе они вас просто съедят. Так как мы съедаем их в пирогах, потом они доедают нас, когда доедят те пироги, с которыми мы их съедаем. То есть все в жизни очень просто. А дальше уже вам надо дать нормальное питание организму. То есть дать витамины натуральные, дать аминокислоты натуральные, дать жирные кислоты. Ни в коем случае не забирайте у себя энергию. Пища должна быть чуть-чуть жирная, натуральная. И она должна вам давать силы для того, чтобы в этом непростом мире жить. Сейчас идет кризис, все это знают. Но наша жизнь это череда спланированных кризисов. Родился кризис, женился кризис, развелся кризис. В институт поступил кризис, выгнали кризис, в армию пошел кризис. Какой существует выход из кризиса? Изменить образ жизни. Если вы не научились подчиняться, вас из армии выгонят. Если вы не научились молчать там в школе на уроках, вас будут спрашивать. Если вы не научились с женой договариваться, вам с ней придется развестись. То есть меняйте образ жизни. Сейчас растет болезнь, заболевание, смертность. Меняйте образ жизни. Образ жизни это образ мысли. Это единственное, что вы можете изменить. Вы сегодня получили информацию. Информация важная. Очень важная информация. Потому что я не могу вас научить снизить давление. Оно не снизится, если вы не отрегулируете водородный показатель. Я вас не могу научить снизить число сердечных сокращений. Если водородный показатель не в норме, они не снизятся. Я вас не могу научить снизить сахар. Если вы закислены, он не снизится. Я вас могу научить четко отбалансировать водородный показатель. И когда у вас водородный показатель будет 7,0 или 7,5, значит вы на пути к здоровью. Вот это сейчас на данный момент главный секрет, которым хотелось с вами поделиться.